Презентовали мы доклад карты инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и Южного Кавказа, центр называется «Евразийское развитие». Мы проанализировали ряд важных индикаторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность стран, такие как транспортная доступность, макроэкономические показатели присутствия и места в международных кредитных рейтингах, политическая стабильность. Казахстан у нас занял высокое первое место, уверенно, очень опережая всех своих соседей. Экономика Казахстана максимально диверсифицирована, насколько это возможно. Есть много различных отраслей, помимо ключевого нефтегазового сектора, достаточно активно развивается металлургия. И одним из, наверное, наиболее сильных сторон экономической инвестиционной привлекательности Казахстана является то, что существует огромное количество программ, которые реализуются по диверсификации экономики, по созданию благоприятных условий для инвесторов иностранных. И сейчас реализуется ряд программ по сборке, например, локомотивов железнодорожных, американская компания реализует, обсуждаются вопросы создания других машиностроительных компаний. Российские компании АвтоВАЗ, КАМАЗ, Росельмаш также присутствуют на рынке Казахстана в качестве реализации своих проектов по сборке своей продукции. Единственное место, в котором Казахстан не занял первое место, является политическая стабильность. И здесь, конечно же, как у соседнего Узбекистана, который пережил достаточно успешно транзит власти, у Казахстана до сегодняшнего момента единственным президентом, начиная с момента независимости, был Султан Абишевич Назарбаев. И пока, конечно же, у экспертов продолжают вызывать опасения то, что полноценных инструментов и механизмов обеспечения стабильности на период транзита не созданы. Хотя вот совсем недавно была проведена конституционная реформа, которая изначально заявлялась как создание условий для транзита власти за счет перераспределения полномочий между различными ветвями власти. По факту перераспределение Казахстана было достаточно поверхностным и в корне не меняет структуру ответственности и компетенции в правительстве, парламенте и между президентом. Президент также остается главной фигурой. Немножко меняются акценты в ответственности перед населением. Но учитывая, например, что большинство в парламенте занимает пропрезидентская партия Нур-Атан, говорить о том, что, скажем, парламент приобретает какие-то особые полномочия и имеет возможность влиять на принятие решений серьезных кадровых в правительстве, наверное, не стоит, потому что все-таки это пропрезидентская партия, она подчиняется президенту. Поэтому вопрос о сохранении стабильности Казахстана на период транзита власти, он остается, потому что Казахстан, как я уже сказал, лидер по инвестиционной привлекательности. А это означает, что режим экономически достаточно либеральный. Есть крупные группы финансовые, как региональные, так и внешние. Есть, присутствуют крупные иностранные инвесторы, в первую очередь китайские, например, в нефтегазовом секторе западные компании активно работают. Поэтому и само по себе общественно-политическая ситуация в обществе достаточно открыта, есть конкуренция медиа. И в такой ситуации повторить сценарий, который прошел в Узбекистане, когда элита узким кругом согласовала компромиссную фигуру и поддержала его на президентских выборах, это был бы оптимальный вариант для Казахстана. Но, к сожалению, сегодня не видно такого консенсуса. Мы видим продолжающуюся борьбу между различными группами политическими, которые присутствуют в Казахстане. Мы видим продолжающееся противостояние ряда ведомств. То есть идет борьба за влияние между различными силовыми ведомствами, КНБ, финансовая полиция, генпрокуратура. Рассматриваются возможности перераспределения полномочий, кто кого должен контролировать. Этот процесс ведет перманентно. И он говорит о том, что накал страстей достаточно высокий. При этом Назарбаев до сих пор, может быть это и разумно, до сих пор никаким образом не обозначен, кто может стать хотя бы теоретически его преемником. Это, с одной стороны, позволяет держать интригу, а с другой стороны, привносит определенную нервозность. И практически все прогнозы в отношении Казахстана, они в той или иной степени упираются в вопрос, кто будет следующим президентом. От этого будет очень много зависеть, будет ли продолжена та линия, например, по углублению евразийской интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Потому что Нурсултан Назарбаев был одним из главных инициаторов создания Евразийского союза еще в 1994 году в МГУ, прочитав лекцию по евразийству. И именно он был одним из главных инициаторов и создателей нынешнего Евразийского союза. Для России Казахстан имеет принципиальное значение, и наш ближайший союзник, и партнер, потому что у нас очень длинная граница, порядка 7500 километров. 12 наших областей, причем областей, в которых сосредоточен промышленный потенциал России, Челябинская область, Татарстан, Самарская область, Омская область. Вдоль границы с Казахстаном у нас проходят основные коммуникации транспортные, которые связывают центральную часть России с Дальним Востоком и Сибирью. Поэтому стабильность в Казахстане, это стабильность практически в основной части центральной России, потому что это и партнер экономический, и партнер в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому для России принципиально важно способствовать максимальной стабильности в Казахстане.